Привет, дорогие друзья и гости моего канала Цветочный сад у Аленушки. Тема сегодняшнего видео Секрет обрезки петуний, о котором молчат опытные цветоводы. Делюсь с вами, пользуйтесь на здоровье. Петунии это растения, которые быстро развивают мощный куст, дают огромное количество цветоносов, но при этом происходит моментальное израстание. Побеги вытягиваются, становятся жесткими, костики выглядят неряшливо и непривлекательно. Далее, когда будет свисти уже вытянувшее растение, цветоносов станет все меньше с каждым днем. Правильно и своевременная обрезка поможет избежать подобной проблемы. Но нужно знать точные сроки и правила проведения подобной процедуры. У меня много знакомых, которые пытаются повторить, но ничего не выходит, не получается хороший пышный кустик. В частности, и для них тоже я решила снять подробно весь процесс обрезки. Сегодня будет кардинальная обрезка. Для чего я это буду делать, я попозже вам расскажу. Петунии относятся к таким растениям, которые хорошо реагируют на прищипку. Не бойтесь ее обрезать. Формируйте побеги, станет только краше в дальнейшем. Она будет широко цвести, будет пышно цвести. И особенности прищипки разновидности петунии потом даст нам только положительный результат. Петония, которую не прищипывают, а дают расти свободно, может сформировать вытянувшийся кустик, который будет заваливаться на бок. Если правильно сформировать крону растения, можно получить пышный, с множеством цветущих побегов цветок. Когда прищипывать петунию после всхода? Начинать формировать сенец можно и даже нужно раньше. Тянущийся к свету стебелек прищипывают, когда на нем отросло 4-6 настоящих листочков. Это примерно где-то 40-50 дней после всхода. Эта процедура называется пинцировка. Пинцировка в переводе с немецкого это удаление верхушки стебля у молодого растения. Операция проводится для того, чтобы пробудить к росту спящие боковые почки на стебле. В результате прищипки главного стебля образуется несколько новых стеблей из боковых пазух стебля, начинающихся расти вверх в стороны. Вы сами видите, как у меня некоторые стаканчики дали боковые побеги, которые растут не с таким видом скущением, а в разные стороны вытянулись. При необходимости, если вы видите, что боковые стебли некрасиво смотрятся, вам не нравится, кустик не пушистый, операцию можно проводить несколько раз, добиваясь нужной густоты кущения. Многие задают вопрос, в силе сорта петуни нужно прищипывать. Многие предпочитают не прищипывать макушечку, потому что образуется залысином. Но вы знаете, все же я пробовала и так выращивать, и так мне нравится больше прищипывать. Поэтому я рассказываю на своем опыте. Мои растения, я думаю, если вы подписаны на мой канал, видели цветущие петуни летом. Если не подписаны, пройдите, подпишитесь, посмотрите видео. Петуния была очень красивая. Давно выведены старые любительские сорта или растения, выращенные из семян, собранных со своих цветов, прищипывать нужно обязательно, в обязательном порядке, потому что не будет пышности, компактности. Такая петуния в естественном виде будет далека от красоты, какой нам надо добиться. Мы добиваемся в дальнейшем не только пышности куста, но и множества соцветий. Петуния современных сортов или гибридов не требует прищипки или требует минимального вмешательства в формировании кроны. Тем не менее, даже на современных сортах без операции прищипки не обойтись. Часто, когда рассаду петуни растят в домашних условиях, при недостатке света, в тесноте, при слишком высокой для нее температуре растения вытягиваются. На примере своей петунии я вам показываю. То есть у меня, конечно, вот эти ящики стоят на подоконнике. И так как от того, что много поступает теплоотопительной системы, они, конечно же, подсветка не такая может быть яркая, далековато лампа может быть размещена, и растения начинают вытягиваться. Но я знаю свой недостаток, так как она сейчас растет у меня в тесноте. А когда растения к друг другу, стаканчики очень сильно подвинуты, начинают расти растения, листочки растут, и они затеняют друг друга, и начинают боковые побеги тянуться к свету. И получается некрасивый, некомпактный кустик. Конечно, можно в этом случае пролить рассаду атлетом, который замедлит рост, или другим подобным средством, либо заняться прищипкой. Многие садоводы не сторонники применения излишней химии, такие, как и я, даже на цветах. И я предпочитаю прищипывать питунью. Но сегодня я даже не называю ее прищипку, а больше обрезку. Также быстрому формированию боковых побегов способствует понижение ночной температуры. Ампельная питунья генетически рассчитана на формирование пышного ветвистого кустика. Взрослое растение формировать не обязательно, исключение удаления отцветших бутонов в семенных коробочках. Эта мера позволит растению направить все силы на формирование новых бутонов. И шикарное цветение. В этом сезоне, летом, я оставляла несколько горшков, в основном не обрезала. То есть в августе когда-то делала кардинальную обрезку, давала удобрения. Для начала азотное удобрение, для наращивания зеленой массы, а потом фосфорно-калийное, для того, чтобы они зацвели. Но вы знаете, все же до самой глубокой осени кусты, которые не подрезала, а просто делала, как бы какой побег выпирает, тут и удаляла. Для красоты, можно сказать. Получились очень даже и красивые. К октябрю месяцу были очень большие, пушистые кусты. Поэтому в этом году решила, что все же не все сорта серии надо обрезать. Есть некоторые сорта серии, которые хорошо изначально формируют форму куста и держат эту форму до самых морозов. Ранняя прищипка на стадии рассада все-таки желательно. Если я рассказываю вам сегодня, показываю рассаду, но не взрослое растение. Взрослое растение это уже будет в другом сезоне, в летнем сезоне. Обязательно буду снимать и показывать в видео. А сейчас нам главное набить кущение на стадии рассады, чтобы образовалось множество боковых побегов. Прищипка главного побега все же поможет активнее расти боковым пасынкам. Так как многие задают вопросы, центральный побег идет в рост, но нет боковых ответвлений. Что делать? Все же я сторонник того, чтобы прищипнуть центральный побег. Тогда очень быстро проснутся боковые побеги и костик будет равномерно более красиво в дальнейшем расти. Что делать с отрезанными побегами? Посмотрите, и вы видите, какая у меня сегодня большая куча вот таких обрезанных черенков. Душа, конечно, замирает, потому что эти черенки пойдут все на выброс. Но так как в квартирных условиях, я думаю, каждый меня поймет, кто выращивает дома в квартире, места очень мало. И растение, петуни, она очень быстро растет. Изначально, да, когда мы сеем ее, мы смотрим, чтобы она проросла, как бы ухаживаем до, тщательно, и смотрим тщательно до пикировки. Как только мы распикировали, петуния такое растение, которое очень быстро идет в рост. И она очень быстро набирает свою зеленую массу. И, конечно, если не обрезать, и если, то мы не добьемся хорошего куста. И если все черенки во время всего сезона до высадки на постоянное место в горшок, либо в открытый грунт, мы будем укоренять, конечно, если бы была теплица, можно было и тысячи, не одну тысячу, а тысячи черенков укоренить с растения. Даже сэкономить на семенах, так как семена профессиональные. Покупала я в интернет-магазине у Белы. В прошлом году брала и в Соло магазин интернет, и у Белы. В этом году заказала только у Белы. Было побольше расцветок. И, конечно, если сравнивать обычные семена с цветных пакетиков, которые мы покупаем в магазине, и семена, которые мы заказываем, профсемена, большая разница. Большая разница изначально, даже когда растение растет рассадным способом. Из профсемян более кустисце, более пышность лучше создает, а то растение, которое из обычных семян, оно более вытягивается. Даже если будут одинаковые условия, поверьте мне, из профсемян питунья будет намного-намного красивее. Поэтому я пришла к такому выводу, что только заказываю профсемена и только из этих семян у меня получаются растения красивые. Конечно, я отдам предпочтение и большим плюсом будет на первом месте это вегетативная питунья, которая размножается только вегетативным путем. Но у меня пока ее нет, хочу приобрести. Моя хорошая знакомая мне сказала, что даст такую питунью. поэтому, конечно, этим летом буду сравнивать. Прошлым сезоном у меня не было вегетативной питунья, только была питунья с профсемян, но я радовалась такой красоте и пышности куста, цветению обильному до самых заморозков. И, конечно, очень хочется сравнить с вегетативной питуньей, которая по многим отзывам считается на первом месте по формированию, по пышности и по долгому цветению, что не нужно ее обрезать, она хорошо держит форму, потому что вегетативно заложено хорошее кущение. Но, конечно, обязательно вам покажу, какая питунья будет уже из сегодняшних обрезанных недельки-две. Через три дня я подкормлю ее азотным удобрением, потому что все же питунья перенесла стресс, обрезка, и, конечно, после каждой обрезки надо подкармливать. Но я даю в основном азотное удобрение мочевину после прищипки. А потом перехожу на комплексные удобрения, чтобы в равных пропорциях были азот и фосфорокалии. Ну вот и все, друзья, я думаю, подробно рассказала вам о прищипке, для чего она нужна, а это уже дело ваше, решайте. Хотите, чтобы был прекрасный, красивый куст? Берите ножницы, обрабатывайте спиртом и обрезайте. Укореняйте черенки, если хотите размножить и будет у вас много красивых растений, как питония. С вас лайк, подписка, колокольчик. И, конечно, желаю вам здоровья, хорошего весеннего настроения, хорошей погоды нам и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok